Мы приветствуем Евгению, интересуемся готова ли она к диагностике и чистке, доверить ли она нам в свое биополе на период сеанса. Она не слышит, она стоит в голограмме, у нее, знаешь, как голова, она такая, как в телевизоре ее вижу, такая голограмма, белая голограмма, прозрачная, как вибрация. А внизу у нее тело, нет, только голова, а внизу у нее тело, как в волосах все, как демон какой-то или без, что-то такое. Вполне можно, если очень долго сидеть, начинает принимать человек форму той сущности, потому что сущность может только себя представлять. Итак, начинаем работать. Даю команду, скэнер, просканируй сейчас Евгению, отключи эту голограмму из нее, верхнюю и нижнюю голограмму. Они выходят, сформируются в два шара перед ней, и как шары сформируются, отправляя в клетку тюрьму, это все. Подсвечиваются все чипы, датчики, импланты, конвекторы, все невидимое становится видимым, скэнер это видит, выводит и формирует шары. Пошел процесс. Это больше как оболочки, верхняя это подключка, у нее она полностью голову закрывает, как колпак. Колпак. Вибрационный. Да, человек постоянно слушает одну чистоту. Сейчас найдем, на кого его одеть. Я не в голове подключена, он отключает скэнер сейчас. Хорошо. Затылок, уши, глаза, горло. Готово. Подожди, верхняя в клетке. Хорошо, нижнюю ждем. Здесь выскочил демон. И неприятно ему он дышит, так высунул язык и дышит. Считает цифры над головой? 14. И он показывает на скэнер, жгет его. Ну что ж поделаешь. Выходить-то надо. Выходи. В клетке тебе будет уютно. Он в клетке. Что еще вышло? Ко всем. Хорошо, больше никого. Один демон и вот эта голограмма, да? Колпак. Мы ее еще не сканировали, мы только сняли, чтобы начать работать. А, это вышло. Хорошо. Даю команду на счет 3. Скэнер сканирует пространство над головой Евгении, под ногами 360 градусов вокруг нее. Скэнер сканирует систем тонких тел Евгении, находит все. Она за голову держится и говорит, где я? Это что, какой-то сон дурацкий опять? Нет, это не сон, Евгения. Это Влад и Вера. Вы к нам обратились за помощью, и вы находитесь сейчас на чистке. Вы понимаете это? Вы помните это? Мы вытаскиваем из вас сущности, которые находятся в вашем биополе. Вы об этом нас попросили. Вы меня понимаете? У меня заторможенная память, но, наверное, так и есть. Нам нужно ваше разрешение на диагностику и чистку. Мы не могли до вас достучаться, пока не сняли голограмму и пока не выскочил демон. А вы настоящий? Ну, посмотрите на меня, я подхожу к Евгении. Евгения, кого вы видите? Опишите. Человека с крыльями. Так и есть. Можете мне доверять. Вы даете нам свое согласие на работу. Это важно. Иначе мы не имеем права. Вы меня не обманете? Мы не обманываем. Обманывая тех, кто в клетке стоят. И вы их сейчас всех увидите. Она сейчас нам обратила внимание. Я даю согласие. Отлично. Итак, Вера, кто у нас? Гуманоид. Гуманоид. Поехали. Хамелеон. Хамелеон. Инкуб. Инкуб. Есть. И демон. И демон четырнадцатых. Какой у нас гуманоид? Откуда ты? Орион. Орион. С орбиты Орион. Хорошо. С орбиты Орион. Как долго ты находишься в этом биополе со своей конструкцией, голограммой, подключкой этой? Шесть лет. Ну, нету шесть, еще пять с чем-то. Почти шесть. Я буду считать шесть лет. Демон, сколько ты присутствуешь в этом биополе? Давно присутствую, уже и счет потерял. Сколько там ей было? Тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Около тридцати лет сижу, короче. Все понятно. У тебя контракт с ней, да? Есть контракт. Есть. Я поэтому и спрашиваю. Евгения, вы заключили контракт с демоном в те тринадцать лет. Ту ситуацию вы отлично помните. На самом деле вы знаете точно, что вы заключили с ним контракт. Демон, расскажи нам эту ситуацию. Сейчас мы вернемся к нашему разговору. Мы начинаем с реверса энергии. Даю команду тонкой копии Евгении спроекцировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низкоабрационную энергию в ее биополе. Каналы выстроились в сущности, каждый подходит к своему каналу. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкоабрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслей форм. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Евгении. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. И все, что она могла получить от них, возвращается к ним усилию потоки в 50 раз. Итак, Демон, 30 лет назад опиши эту ситуацию или покажи, как она была на самом деле. Ловечки она сказала правильно и призвала меня. Все мальчики в голове в этом возрасте. Ну, конечно. А мы тут как тут. Ты не один пришел. Ты был с инкубом или он потом пришел? Понятно. А, то есть ты услышал ее слова и пришел. 30 лет ты находишься, у тебя контракт. Все понятно, хорошо, Демон? Что значит услышал? Призвала она, просьбу дала. Даже призвала и просьбу дала. Послала. Да, нам просто немножко другую информацию дали, что она во сне, вернее, да, она что-то вызывала, но не знает. Какую-то тетрадку нашла, что-то прочитала и вот не уверена, что это так, но ей кажется, что контракт был, возможно, что-то есть. На самом деле это был осознанный шаг, Демон? Просьба прозвучала. Просьба прозвучала. Хорошо. Да, я не мог отказать. Ну а как же ты откажешься? Такой милашки. Твоя чистота. Итак, 6 лет находится гуманоид. Хамелеон, сколько ты присутствуешь в этом биополе? Два года. Инкуб, сколько ты присутствуешь в этом биополе? Четыре. Четыре года. Хорошо. Кто из вас присутствует в квартире? Мы ее сегодня чистим. Гуманоида есть? Платы? Да. Платы. Хорошо. Демон присутствует. И демон. Гуманоид, демон. Инкуба нет? Не появляется? Ждем окончания реверса. А что идет в эту конструкцию? Посмотри. Такие же энергии волны. Вот эти такие ослепительно белые какие-то. Резкие. Резкие волны. Гуманоид, как ты воздействовал на нее в своей конструкции? Ослеплял, облучал резкие, как она не слышит их. Но у нее в голове начинаются увеличиваться эти волны. И она морщится. Ей неприятно. Он ее сбивал с вибрацией. Есть и такое. Понятно. У тебя контракта нет с ней? Нет. Реверс закончился. Сканер, дай мне полноту души Евгении на настоящий момент. Девяносто четыре. Девяносто четыре процента. Шесть процентов не хватает. Идем дальше. Устанавливаются фильтры золотой сеточки на все каналы. В порядке реверса Евгения забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная и чистая. Один, два, три. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли, до последней капли возвращает Евгения себя обратно. Она хозяйка всех своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Там останется все равно пару процентов у демона в контракте. Демона контракт бессрочный. То есть он бы переходил в следующую жизнь или только на одну жизнь заключал? На одну. Понятно. Действие одно. Ну да, просьба была. На эту жизнь просьба. А она, кстати, получила то, что она, о чем она просила? То, что она получила, это контракт со мной. Понятно. То есть никаких желаний ты ей не пытался исполнять. Это все чисто, нормально для тебя. Позвали, вошел, диктуй правила. Не умеете пользоваться, не беритесь. Слова только не несут полного обряда. Что-то больше должно быть, чтобы случилось. Дать нам что-то нужно. А она только слова произнесла. Я говорю сейчас о какой-то жертве, да? В каком-то смысле. Вкусного нам нужно. Вкусного вам нужно, понятно. Подкормить. Понятно. Кстати, насчет подкормить. Те интересует, вернее, скажи мне, есть ли лярвы в биополе Евгении, пока реверс заканчивается? Есть. Голова, лярва есть, тени с живота. Хочешь эти лярвы получить? Можно. Ну хорошо, придет время. Я дам команду, ты выйдешь, снимешь все, что я оставил. Реверс закончился. Вот сейчас. Выходи, снимай все, что я оставил на своей чистоте. Закончишь, доложи на месте, что ты все снял. Я дам тебе отдельную команду. Можешь забрать эти лярвы. А как символы какие-то у нее снимают с рук, а с ног? А какие символы это? Магические? Что это значит? Твоя территория или как память? Мой контракт. Твой контракт в ее биополе с символами. Интересно. Он говорит, что он на символах заключен. То есть она... Он все снял. Все понятно. Не будем возвращаться к этому. Разрешайте забрать все лярвы, забирай и возвращайся назад. Готов. Скеннер, просто сканируй сейчас Евгению. На чистоте гуманоида и его голограммы не осталось ли что-то, что мы еще не вытащили? Включая все невидимые подключки. Но у нее есть синхронизация, как фантомные, так и вокруг головы. Синхронизация. Вы видим когда? Сейчас или потом? Потом. Подключек нет. Это не подключек. Фантом это мы выведем отдельной командой. Хорошо. Идем дальше. Хамелеон, твоя очередь. Выходи. Вытаскивай свое гнездо. Где ты сидел? Как ты воздействовал на нее? На груди сидел. Он как перебирал, я не знаю, лапки, что у него там. Он так вот, как кошки иногда делает, показывает. Давил он ей на грудь и делал он ее пустой. Эмоционально или в каком плане он идет? Эмоционально пустой, опустошенный. Вот эта маленькая сущность сидящая в сердечной чакре и делает такие вещи. Цвета он забирает в нее. И цвета забирает, и забирает все эмоции положительные. Делает всплески эмоциональные, усиливая любую проблему или любую радость в несколько раз. А потом резко ее обрывая. И у человека выплескивается энергия, которую собирает хамелеон. Достал все. Хорошо. Идем к инкубу. Выходи, отключайся полностью. Снимай все, что ты оставил в ее биополе. Отключайся. Что ты оставил в ее биополе, кстати? У него как спираль такая, кожаная, похожая цветом, тоже коричневым. От головы вниз идет. Он ее как запеленал в этот ремень. Как это воздействовало на нее? Как ее видели люди и что она ощущала? Она как запуганная. Он дергает за низ этого пояса, спирали. И как ручит на нее. В лицо прямое и ручит. А какие люди видят? Запуганы только или еще как-то? Не видят. У нее глаза вниз. И она запелено. Запелено. Этим ремнем кожаным. Все понятно. Хорошо. Ждем, пока он снимет. Готово. Итак, рассинхронизацию мы здесь можем провести. Потому что существует контракт заключенный Евгении добровольно с демоном. Я обращаюсь сейчас к Евгении. Евгения, у вас заключен контракт с демоном. Вы желаете его расторгнуть? Да, желает. Я говорю вслух. Ваша тонкая копия повторяет за мной. Я об этом и договорам. Договора выходят активно и подсвечиваются. Ну, этот контракт такой же волосатый вышел. Пусть повторяет за мной. Пошел возврат энергии, если такова и есть. Ей возвращаются энергии. Светлые души, белые идут. Ей возвращается радость. Вот на что она поменяла в 13 лет. 14, 15, 16. 14, 15, 16. Хорошо. Это демон добавил. Так подожди, это было несколько призывов? Не помнит он во сколько это было. Ян, я говорю во сколько, а сколько призывов к тебе было в 13? Ни одного хватает. Мы потом еще общались. И еще были какие-то магические операции с тобой, вызывая тебя после этого? Мы общались. Понятно. Но здесь он, иногда он приходил. Хорошо. Дергал ее, не приходило дергать. Вот она. Возвращал туда. Она пишет, что она с детства видит черти, видела черти, чувствует. Она тебя видела или ты показывала ей? Смотря что считать детство. От этого возраста, когда заключился контракт, скажем так. Когда она была юным в возрасте. Он показывает постепенно, как он наращивал свою силу. Вот эти вокруг нее волосы, что были. С ног это начиналось. И ее видения падали. Энергия вышла? Да. Хорошо. Тогда продолжаем дальше. Мы сбросить надо. Конечно. Открывая воронку в галактическое ядро. И все аннулированные контракты и договора, какие отработанные контракты и фантомные контракты уходят на переработку. Закрывая печатаю, растворяю. Возвращаемся к рассинхронизации. Даю команду на рассинхронизацию. Евгения с демоном, его подключкой, гуманоидом, его голограммой, хамелеоном и инкубом. Пошла рассинхронизация. До 100% заканчивается автоматически. Вот этот фантом. Сейчас он уходит. Вверху на голове, который был. Понятно. Такими туманными энергиями. Такие энергии у них на орбите Ориона. Готово. Делаю команду скейнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Помогая моя энергия достигнуть, Евгений, все каналы. Один, два, три. Удар. Отлетает канал, отстегивается. Открываю воронку в галактическое ядро. Все каналы улетают на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Хорошо. Проверку прошли. Буду отпускать. Инкуб. Ты больше никогда не войдешь в это биополе. Тебе это понятно? Понятно. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте инкуба. Забирает, что принес, уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяй. Хамелеон, ты больше никогда не придешь в это биополе. Тебе понятно? Понятно. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте хамелеона. Забирает, что принес, уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяй. Демон, ты в квартире один живешь? Или там есть еще бес или черт? Ну зачем мне там черт? Один я. Хорошо. Значит, тогда покажешь мне все порталы. Я эти порталы закрою, я тебе сейчас открою портал в квартиру, ты соберешь все, что ты там оставил, потом ты мне покажешь все порталы, я тебе соберу в дорогу весь негатив в квартире, который находится. Устраивает? Устраивает. Хорошо, контракт аннулированный, наверное, Катя, тебе не хочется уходить с пустыми руками, хочешь получить эмоциональный фантом? Давай. Выходит эмоциональный фантом, Евгений, проецируется все негативные программы, негативные мысли, формы, а также все низкооперационные эмоциональные энергии, генерированные, проецируется на эмоциональном фантоме, и фантом выходит. Как он выглядит, Вера? Он выглядит, как человек с серым цветом, и на нем колубы такие, как цветы серые, черные, разный цвет серого. Понятно. Евгения, так выглядит Ваш эмоциональный фантом, эти энергии Вы сами сгенерировали, Вы готовы от них отказаться? Да, готова. Сворачиваете энергии в шар, забираешь демон? Жду, не дождусь. Отправляю демона? Есть. Хорошо, готова уходить? Готов. Открывается портал в квартиру Евгении, и демон уходит в этот портал. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. Я прошу Ли выйти со мной на связь. Ли на связь. Я приветствую тебя, Ли. У нас здесь гуманоид Сориона, 6 лет сидел, плату установил, вернули, кстати, Скеннер, дай мне полноту души Евгении на настоящий момент. 100%. 100%. Вернули 6%, но там, возможно, еще был какой-то процент в контракте с демоном. В общем, вот он стоит с орбиты Ориона, как он сказал. Она говорит, что вы не на моей чистоте, их заберут военные. Вот так вот даже. Хорошо, благодарю тебя. Вызывайте Кольта, если нужно сегодня. Конечно нужно, стоит в клетке. Я прошу офицера Кольта выйти со мной на связь. Он на связи, он ведь ситуацию или передала ему, она говорит, на будущее. Если сегодня выйдут кто-то, вызывайте их, забирайте уже. Или вдруг кто-то из космических вызывает офицера Кольта, да? Сегодня. Понял. Сегодня заработаем с офицером Кольтом. Я приветствую его. Говорит, что заработай, поприветствовать не успеваем. Забрали. Благодарю тебя. Работы много. Ну что ж, клетка пустая или что-то осталось там, Вера? Нет, у нас есть голограмма, это гуманоида. Гуманоида. Под его голограммой, открывая воронку в галактическое дро, оно уходит на переработку. Закрывая, печатая, растаряя. Все, больше ничего нет. Поехали дальше. Поехали по частотам. Сейчас будет интересно. Переходим на частоту. Магическое воздействие. Если таковой силе было, оно проявляется. Нету ни магии. Хорошо. Переходим на частоту. Неупокойные бесплотные души. Душа есть. Ребенок. Неупокойная душа выходит, идет в клетку. Снимается маска и голограмма. Неупокойная душа представляет согласно своему эфирному коду ДНК. Это мальчик 4 года, он плачет, он сидит. Как его зовут? Как тебя зовут? Тони. 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 Ты хочешь уйти в светлый портал, открыть тебе, ты живой или ты уже закончил свою земную жизнь? Он не знает, он где-то заперт, закрыт, стены кругом. Хорошо, мне нужна помощь тогда сейчас. Чья? Его куратор или кому обратиться? Кто может ответить в этой ситуации? Куда мне душу этого ребенка? Жив он? Куда его вернуть? Ребенок спит, он проваливается во сне. У нас был такой уже случай несколько раз, по-моему. Да. Мне надо вернуть его в его тело, да? Да. Все понятно. Хорошо, Тони, сейчас я тебя верну в твое тело. Болеет у него температура, он переходит по мирам. Душа проваливается в разные измерения. Какая у него болезнь-то, мы можем ему помочь как-то, дать ему энергию? Легкие, пневмония. Открывается портал родных энергий Тони, и его фантом получает легкие энергии, необходимые ему для выздоровления его дыхательных органов и исцеления от пневмонии. Чистота его вибраций поднимается до комфортного ему уровня. Им идет энергия, он встает на ноги и дышит в полной груди, как принимает эти энергии. Наполняется с ног полностью. Отлично, ждем. Плеядеанские энергии идут. Плеядеанец, маленький плеядеанец. Ну, я тоже с плеяд, поэтому рад помочь. Он видит тебя, он тебе улыбается, он готов. Хорошо, Тони, возвращай тебя назад в твое тело, выздоравливай, больше не болей. И Тони возвращается по каналу, прямому каналу в свое физическое тело. Один, два, три. И он в своем теле синхронизируется, гармонизируется со своим биороботом на всех уровнях. На него энергии плеядеанские идут по всему физическому биороботу, телу. И в легкие идут, излечающие энергии. Плеяды, молодцы. И еще он показывает, когда он уходил, он показывал на себя, на Евгению и на тебя. Он говорит, что я знал, что она мне поможет. Понятно. Не знал как, но знал, что она мне поможет. А в каком ты стране находишься, в какой сейчас ты не знаешь, Тони? Италия. Италия, хорошо. Ну все, будь здоров. Он вошел в биополе, синхронизировался. Да, все, он синхронизировался. Хорошо, отключаемся от Тони, и мы на месте. И поехали дальше. Фух, переходим на чистоту, бесплодные подселенцы. Чисто. Переходим на чистоту, негативные эгрегоры, мешающие жизни, судьбе и здоровью, физическому и энергетическому. Негативные эгрегоры выходят, активные подсвечиваются. Эгрегоры у них есть, причем есть очень старые, которые как заржавели, но они все еще там и тяжелые они. И они сосут энергией, по-любому. Понятно, спрашиваю Евгению, готова ли нас сигнуть все эти негативные эгрегоры от себя. Готова. Помогаемая энергия на счет 3, 1, 2, 3. Пошел мощный удар, отлетает эгрегоры, отстегивается, открывая воронку в галактической ядре, они уходят на переработку. Закрывая, опечатывая, растворяя. Переходим на чистоту. Синхронизируется энергия, вибрация гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Евгения, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Великолепно чувствую, посмотрите, какая яркая и радостная. Я до сих пор не могу понять, почему я выбрала серость. Видимо, все вокруг подавлены, и я решила не отличаться. Оказывается, у меня много цветов, и я знаю, что я должна быть яркая на этой планете. Конечно. Виной были интерференты и контракт, заключенный в подростковом возрасте. Сейчас этого всего нет. Сейчас вам ничего не мешает. Прислушайтесь к нашим рекомендациям. Мне легко. Я отпустила все тяжести. И я поняла, что не надо думать о прошлом, надо думать о будущем ярком и светлом. Так и есть. Наш администратор пришлет вам рекомендации после чистки. Заправляйтесь энергиями, выдавливайте любой негатив. И самое главное, это контролируйте свое эмоциональное состояние. Не давайте себя ни в коей мере огорчать. Или тем более срываться на крик, или какие-то другие негативные энергии эмоциональные. Мы возвращаем сейчас вас назад в вашу систему Биоробот Душа. Сразу переходим к чистке вашей квартиры. Для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Евгении в ее систему Биоробот Душа. Заводим, подключаем к каждому органу клеточки и извилинки головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим Биороботом и энергетическими тонкими телами. Она показывает улыбку. Отлично. Улыбка на лице гармонизируется с физическим телом. Она показывает своему Биороботу улыбку. Отлично. Не забывай про нее. Готова? Конечно. Отключайся от объекта. Квартиру Евгения ты видела. На счет ли ты стоишь перед входной дверью ее квартиры. Один, два, три. Ты перед квартирой. Я здесь. Входи в квартиру. У нее над входной дверью портал сквозной. Над входной дверью. Хорошо. И он в бок идет вправо. Хорошо. Под этим порталом внизу открывай воронку в галактическое ядро. Засасывается туда этот портал. Уходит вместе со своим фантом на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо. Пошли к клетке. Клетка установилась в комнате, где балкон, зал. Она что-то здесь рахнует. Рахнует. Красный дракон. Красный дракон. Демон. Есть. И воронка. Все. И воронка. И платы гуманоида. Под воронкой открываю портал в галактическое ядро. Воронка уходит на переработку. Закрываю, опечатываю, растворяю. Платы гуманоида подсвечиваются в квартире. Ты их видишь, их четко ясно. На спальне. Хорошо. Над кроватью, да? Да. Под платами открываю внизу воронку в галактическое ядро. Срываю эти платы. Они улетают на переработку вместе с энергией этой плат, находящейся в этой квартире. Как все уйдет, закрываю, опечатываю, растворяю. Готово. Идем дальше. Арахнует. Выходи. Собирай всю свою паутину, потомство, если есть. И ничего не забывай. Возвращайся назад. Приступай. Они быстро бегают. У него под потолками паутины. Чем выше, тем лучше. Готово. Хорошо, арахнует. Больше в эту квартиру ты не войдешь. Все понятно? Понятно. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте арахнуида. Забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрываем, опечатаем, растворяем. Какой у нас красный дракон, Вера? 845. Ты давно в этой квартире живешь? Нет, он недавно. Он три месяца на балконе. Хорошо, красный дракон. Выходи, снимай все свои платы. Все, что осталось на твоей чистоте, возвращайся назад. Он говорит, что он приземлился три месяца, и сейчас он удерживается. В квартире пока его нет, он на балконе, как на потолке балкона. Но все равно, в эту квартиру тебе больше не придется, нельзя будет входить. Ты никому не подключен в этой квартире? Нет, в квартиру он пока не... Но он начал пробиваться внутрь, в зал, в угол, но пока еще не установлен до конца. Ну, в угол, я хочу получить слово красного дракона, чтобы больше никогда в эту квартиру не войдешь. Даю слово. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте красного дракона. Забирает, что принес, и уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо, Демон. Ты все свое собрал в квартире? Да, собрал. Пошли по квартире, показывай мне порталы, я их закрываю, а потом собираю негатив. Пошли. Ван, он идет в коридор, там портала уже нет. Ваня, он показывает с правой стороны стена возле унитаза, там выступ такой. Это вверх идет вертикальный портал. Хорошо, под этим порталом внизу, открывая воронку в галактическое ядро, портал фантом и частицы портала уходит на переработку в чистую первичную энергию, закрывая, опечатывая, растворяя. Дальше. Там проходят трубы, как он объясняет, и из-за шума труб не слышно шум в порталах. Дальше мы идем в этот коридор, и коридор заканчивается шкафом, таким встроенным, встроенным. Шкафом. 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 Это не шкафом, а шкафом, они темные, все туда внутрь уходят. Под шкафом внизу, открывая воронку в галактическое ядро, портал фантом и частицы портала уходит на переработку в чистую первичную энергию, закрывая, опечатывая, растворяя. Готово. Хорошо, дальше. Он показывает спальне окно, не портал, он пробивается. Подойдем окно внизу, открывая воронку в галактическое ядро, портал фантом и частицы портала уходит на переработку. Закрывая, опечатывая, растворяя. Готово, все. Возвращаемся к клетке. Даю команду на счет 300 мыслей и чувств. Пошел процесс. Этот шар эмоций, он какой-то серый такой, вытянутый, и космический, чуть меньше шар. Под космическим открывая воронку в галактическое ядро, и он уходит на переработку. Закрывая, опечатывая, растворяя. Хорошо, Демон, твой шар забираешь? Да. Отправляя Демона. Готово. Найди себе новое место обитания, все здесь будет запечатано. Все понятно? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте Демона. Забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, опечатывая, растворяя и ставь огненную пентаграмму. Готово. Под клеткой открывая воронку в галактическое ядро, она уходит на переработку. Закрывая, опечатывая, растворяя. В автоматическом режиме. Готово. Хорошо, мы здесь закончили. Отключайся от квартиры, поднимайся в комнате диагностики. Пошел, подъем. Отключайся от квартиры, поднимайся в комнате диагностики. Отключайся от квартиры, поднимайся в комнате диагностика. Продолжение следует...